Добрый день! Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей на православном портале Экзегет, вопросы, посвященные трудным местам в Священном Писании. Сейчас нам предлагают вопрос о стихе из послания святого апостола Павла к Ефесиным, 6 глава, 18 стих. Здесь апостол увещевает своих слушателей словами «всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». Что значит молиться духом? Ну, молитва, как такое вот делание благочестия православного христианина, человека, может иметь очень разные виды, очень разные формы. И святые отцы говорят, что молитва человека, она может совершаться телесным образом и находить свое телесное выражение. Когда человек приводит свое тело в соответствие с нормами благочестия, принятыми при молитве, ну, встает на молитве, настраивается, совершает поклоны, осеняет себя крестным знаменем. Это все внешние телесные проявления молитвы, которые должны, в свою очередь, родить в душе человека какой-то определенный отзвук. Бывает молитва также гласная, молитва, которая совершается через прочтение или пение известных слов священного писания или каких-то поэтических песнопений богослужебных, которые вот относятся к проявлениям, словесным таким вот проявлениям молитвы, которые человек, опять же, может приносить, которые являются весьма необходимыми, полезными и благочестивыми, но которые далеко не исчерпывают всего действия молитвы как таковой. Ведь молитва может произноситься человеком и без того, чтобы озвучивать ее устами, может совершаться одним лишь умом, может совершаться в тишине своего сердца. Наконец, молитва человека может совершаться и вообще без слов, или может совершаться в той глубине его души, которая выражается понятием дух, когда сам дух человека требует, жаждет этой молитвы, когда в душе у человека появляются особенные молитвенные чувства, ощущение взыскания Бога, ощущение поиска Бога, ощущение устремления к Богу именно всех сил души, и в первую очередь высшей силы души, которая именуется духом. Вот когда человек пребывает в таком состоянии, внутренней молитвы, когда молитва совершается из самой глубины человеческого сердца, тогда можно сказать, что человек молится духом. Впрочем, эта молитва может иметь свое и телесное выражение, и словесное выражение, она может соединяться и с молитвою устами, и с молитвою умом, может сопутствовать этим видам и разновидностям, таким вот образом молитвы. В тех случаях, когда человек соединяет вот это глубокое, глубинное переживание своего сердца со всеми остальными видами, видами, разновидностями и формами молитвенного делания, которые так разнообразны и приняты в традиции нашей Православной Церкви. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...